Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин по книге великие музеи мира. Никола Пуссон. Камил и фалерийский учитель. 1635-1640 годы, холст масла, 134х143. Никола Пуссон. Великий французский художник, основатель стиля классицизма. Понимание данной картины возможно, если знать ее литературную основу. Главным источником подобного рода сюжетов были истории Рима, Тита Оливия и сравнительные жизнеописания, Лутарха. Проникнутые высоконравственным духом. О фалерийском учителе, предателе, Ливий рассказывает в пятой книге. Плутарх в жизнеописании Камил. Пуссон иллюстрирует следующий эпизод. В 4 веке, во время осады этрусского города, фалерии римлянами под командованием Камил. Один фалерийский учитель, воспользовавшись затишьем в военных действиях, занимался со своими подопечными, как было заведено, в подражании древних греков, на открытом воздухе, за городскими стенами. Будучи по натуре подлым человеком, однажды он отвел детей прямо в лагерь неприятеля, где предложил их Камилу в качестве заложения. Последний с презрением отверг это и приказал своим ликторам, сопровождающим важных особ, связать ему руки за спиной. Ученикам были даны розги, чтобы они стегали изменника, прогоняя его назад в город. Фалерийцы, покоренные великодушием римлян, сдались им на милость. Мастер изобразил его начальника перед походным шатром в доспехах. Позади конь, принадлежащий ему. Герой с негодованием изгоняет учителя-предателя. Дети скорее веселясь, чем с ненавистью. Здесь Пуссон представлен тонким психологом, хлещет его розгами. Художник, безусловно, рассчитывал на эрудицию зрителя, когда писал эту работу. Вот такое описание к работе Никола Пуссона «Камил и фалерийский учитель» около 1640 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok